Уважаемые любители спорта, Лионель Месси забил свой 700-й гол в карьере, но Барселона все дальше от чемпионства. Реал в случае победы над Хитафи оторвется в турнирной гонке на 4 очка. Тем временем Криштиану Роналду расчехляет футбольную пушку и забивает настоящий шедевр. А Бавария движется к финишу в переговорах по трансферу Лероя Сане. Об этом и не только в нашем выпуске новостей. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Барселона все дальше от Реала Для каталонцев продолжаются трудные времена. Команда за 6 туров до конца отстает от сливочных на 2 очка. Игроки конфликтуют с Этьеном, которому прочь от увольнения уже по ходу этого сезона. А руководство проворачивает максимально странный обмен Артура на Пьянича. Чтобы как-то исправить ситуацию в таблице, Барселоне нужно было обыграть Атлетику. 2-2. Атлетику не может победить Барселону в Ла Лиге на протяжении последних 10 лет. Но каталонцам от этого не легче. В Барсе тем временем продолжает пылать конфликт. После игры с Атлетику отец Гризмана выступил с резкой критикой тренера команды. Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика, а вы просто пассажир. Лионель Месси и Криштиану Роналду в огне. Два лучших футболиста современности устроили пламенное шоу. Криро забил фантастический гол в ворота Дженуа и помог своей команде победить со счетом 3-1. Маурицу Усари после матча похвалил его и Пауло Дибалу, отметив прогресс во взаимопонимании на поле. Что касается Лео Месси, то он провел качественный матч с Атлетико и забил свой 700-й гол в профессиональной карьере. Из действующих футболистов такой показатель покорился только ему и Криштиану Роналду. Бавария договорилась с Полерою Сане Похоже, эта трансферная эпопея близка к завершению. По данным немецкой прессы, Бавария договорилась с Манчестером Сити о выкупе контракта Сане примерно за 50 миллионов евро. Контракт с ним будет подписан до 2025 года. Возможен вариант, при котором в сделку будет включен Давид Алаба, однако мюнхенцы против этого. Уже известна зарплата Лероя. Она составит 17 миллионов евро в год. Место Сане может занять полузащитник Астон Виллы Джек Гриллиш. После окончания сезона за 24-летнего футболиста развернется борьба среди топ-клубов. И одним из главных претендентов на хавбека является принципиальный соперник Сити – Манчестер Юнайтед. Кроме того, горожане рассматривают вариант с приглашением вингера Байера Леона Бейли. Боруссия хочет удержать Джейдана Санчо Вероятнее всего, футболист в этом сезоне покинет Дортмунд и вернется в Англию. Серьезный интерес к нему проявляет целый ряд топ-клубов. Однако МЮ пока не готов предложить за игрока более 65 миллионов евро, что абсолютно не устраивает руководство Боруссии. Исполнительный директор клуба заявил, что вряд ли кто-то этим летом будет способен заплатить за Санчо требуемую сумму. Так что в Дортмунде сосредоточатся на сохранении Джейдана и предложат ему новый контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Буфон и Кьеллини продлили контракты с Ювентусом Кажется, эта парочка будет играть вечно. Оба ветерана подписали с Юви новые соглашения до лета 2021 года. Буфон выступает за старую сеньору с 2001 года с годовым вояжем в Пари-Сан-Жермен. На момент окончания контракта ему будет 43. Кьеллини переехал в Турин из Фиорентины в 2005-м и после восстановления от травмы вернулся в стартовый состав, являясь капитаном команды. Восхищаться итальянским футбольным долголетием можем бесконечно. Звучит как шутка, но испанские СМИ пишут, что такое развитие событий реально. По данным источника, это может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании. В своем обращении Торрес подчеркнул, что уже договорился с представителями аргентинского специалиста. С Марадонной могут заключить контракт на два года, а его задачей будет выход в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Кай Хавертс. Главная цель Челси. После непопадания Байера в зону Лиги Чемпионов, борьба за главную звезду команды Хавертса обострится еще сильнее. Вряд ли Кай согласится на год остаться без Лиги Чемпионов. Главным претендентом на немецкого вундеркинда является Челси, который после подписания Зиеша и Вернера сделал Хавертса своей главной трансферной целью на лето. Лэмпорт хочет построить команду вокруг умного атакующего полузащитника. Кай не против уехать в ЭПЛ. Абрамович готов выделить на это в районе 80-90 миллионов евро. Пока что все складывается идеально. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!